саляму алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по курану и сегодня мы инша аллах пройдем сурру аль-балад вот здесь написано сура туль-балади если до конца читать то есть сура аль-балад что переводится как город как всегда каждый аят буду потом в конце каждый аят по три раза буду читать иншаллах а потом в конце если получится целиком одну суру целую суру я имею ввиду прочитаю от начала до конца иншалла и так ау-зу-билл-а-химе-на-ш-ай-тон-ир-рожан первый аят Аят начинается с буквы или на букву лам. Буква лам здесь с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, то есть мягко ла. Теперь здесь смотрим, что олив без огласовки и на дне стоит волнистый знак. Волнистый знак говорит о том, что вот эту фатху надо тянуть дольше обычного. Обычно мы тянем два раза, но мы видим, что после олив без огласовок следующее слово, это ла, это одно слово, уксиму, другое слово. Вот следующее слово, то есть слово уксиму, начинается на букву олив с хамзой. И это означает, что у нас здесь вид мадда, это мунфасиль. Поэтому у нас есть выбор, либо два раза тянуть эту фатху, либо шесть раз. Но желательно шесть раз тянуть. Поэтому получается ла, уксиму. Теперь слово уксиму. Слово начинается на алиф с хамзой, далее дамма, дамму произносим мягко, как есть, у. Далее стоит буква каф с сукуном, это правило калкала, то есть каф надо подчеркивать. Получается вот так надо читать. Ук, ук, ук. Не надо оглушать звук, не надо читать ук, и все. Ук, ук, ук. Далее стоит буква син с кастрой и мим с даммой. Дамму, которая над буквой мим, не надо тянуть. Получается ла, уксиму, уксиму, уксиму би хадал. И сразу же переходим сюда. Здесь буква бас с кастрой, далее след буква ха, она самая мягкая, произносится на выдохе. Здесь фатха. Фатху тянем за счет вот подсказки, маленькой палочки, два раза тянем. Это мад таби'и, получается би ха, би ха. Здесь заль. Так как мы переходим, уже вот эту фатху не тянем. Если бы мы не переходили к следующему слову, тогда эту фатху надо было тянуть за счет алифа бе за голосовок. Было бы мад таби'и. Но в данный момент, так как мы переходим, мад таби'и не будет. То есть би ха, заль, балад. Вот так надо читать. Теперь при переходе сюда, минуем алиф, здесь подсказка, алиф не надо читать. Лам читается, здесь суккун стоит, лам произносим мягко. И мы понимаем, что следующая буква, в данный момент буква ба, она лунная. Получается би ха, заль, балад. После буквы ба, сайт буква лам с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, то есть мягко, балад, балад. И при остановке касра у буквы дал исчезает и появляется суккун. Так как суккун появляется, здесь уже будет правило каль-кала. Это означает, что дал надо подчеркивать. То есть би ха, заль, балад. Балад, балад. Вот так надо читать. Но если вы решили продолжить без остановки, тогда дал не надо подчеркивать. Поэтому если вы решили продолжить, надо читать вот так. Би ха, заль, балад, и, ва, ан, та. Вот так. Но лучше останавливаться. Дальше теперь. Буква ва с фатхой, далее алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим мягко, как и есть. То есть ва, а. Далее стоит буква нун. По идее здесь должен быть суккун, но суккун не поставили. Тем самым нам дают подсказку, что нун не надо читать четко. Смотрим на следующую букву. Следующая буква она та. Эта буква относится к правилу ихфа. Соответственно, нун надо читать скрыто, удерживая через нос. И фатху, который над буквой та, не надо тянуть. Получается. Далее стоит буква ха гортанная. Прошу прощения. Ха гортанная с касрой. Далее стоит буква лам. Она же удваивается. Теперь смотрите. Здесь по идее хилун. То есть две дамы должны быть. Но одну даму оставили, а вместо второй дамы поставили букву мим. Что это означает? Не хилун надо читать. То есть в конце не надо произносить н, а надо читать м. Вот поэтому поставили букву мим. То есть это подсказка. Это правило иклаб. И мим не просто надо читать м, а надо ее удерживать. То есть хиллум би хадал. Удерживая, не разрывая, сразу же переходим сюда. То есть хиллум би хадал. Вот так будет. Теперь би здесь хадал, вот как здесь би хадал. Поэтому не буду повторять. Дальше то же самое. Дальше идем. Здесь вау с фатхой. Далее опять вау с фатхой. Но уже фатху здесь тянем за счет алифа без огласовок. Это мады таби'и. То есть вауа. Вауа. Вауа ли. Здесь лам с касрой. Здесь буква дал с танвином касра. То есть ин. Но края танвина неровные. Мы тут же понимаем, что здесь вауали дин. Никак не может быть. То есть н, звук н, никак не может читаться четко. Смотрим на следующую букву. Следующая буква, буква вау. Она относится к правилу идгам сгунной. Получается, что звук н превращается в эту букву. И ее надо удерживая читать. Получается вот так. Вауа ли диуа ма. Вауа ли диуа. Вот так. Теперь вау. Как только с фатхой произнесли, сразу же переходим сюда. То есть ва, ма, мим. Здесь с фатхой. Фатху тянем за счет алифа без огласовок. Это мады таби'и. Получается вауа. Вауа. Ва лады. Здесь вау с фатхой. Лам с фатхой. Фатха приобретает оттенок ия. И здесь при остановке. Здесь фатха исчезает. Далл у этой буквы появляется сукун. И читаем как калкала. То есть ва лады. Ва лады. Подчеркивая. Но если вы решили продолжить, здесь уже далл не надо подчеркивать. А надо читать вот так. Ва ма ва лады ла коди. Но лучше останавливаться. Дальше идем. Ла коди холаку нал инсана фи кабады. Буква лам с фатхой. Фатха приобретает оттенок ия. Ла. Ла. Далле стоит буква ков. Она твердая с фатхой. Фатха приобретает оттенок о. То есть ла ка. Ла ка. Далле стоит буква дал с сукуном. Это калкала. То есть дал подчеркиваем. Получается вот так. Ла коди. Ла коди. Ла коди. Здесь хочу сказать, что фатху, которая над буквой лам, не надо тянуть. То есть не ла код, а ла коди. Ла коди. Далее здесь буква ха. Хриплая буква ха с фатхой. Фатха приобретает оттенок о. То есть ха. Ха. Далее стоит буква лам с фатхой. Фатха приобретает оттенок я. Хала. Хала. Далее стоит буква кав с сукуном. Кав надо подчеркивать. Здесь холаку. Холаку будет. Холаку. Далее стоит буква нун с фатхой. И если бы мы сюда не перешли к следующему слову, Тогда мы эту фатху должны были бы тянуть за счет алифа без огласовок и было бы мадда таби'и, то есть надо было бы читать холакуна, но так как мы сюда переходим, фатху не надо тянуть, соответственно мадда не будет. Надо читать вот так, холакуна, холакуна инсана. Теперь при переходе минуем алиф, алиф не надо читать, здесь подсказка есть, лам читается, здесь сукун есть, и мы понимаем, что следующая буква, в данный момент буква алиф с хамзой, это лунная буква, лам читается мягко. Далее после этой хамзы с касрой, касру произносим как обычно мягкую, то есть и, здесь дали сайт буквой нун, по идее должен быть сукун, но сукун не поставили, тем самым дают подсказку, что нун не надо читать четко. Смотрим на следующую букву, следующая буква буква син, она относится к правилу ихфа, получается нун надо читать скрыто, удерживая через нос, то есть инсана. Теперь здесь буква син, она мягкая, фатху надо тянуть два раза за счет вот этой прямой палочки, за счет подсказки, это мад таби'и, то есть инсана, а вот эту фатху, которая над буквой нун, уже не надо тянуть, инсана фи, то есть как только фатху произнесли, сразу же сюда переходим. Теперь фи, эту касру, которая под буквой фа, мы должны тянуть за счет буквы я, вот эта буква я, она без огласовок, и мы эту касру за счет нее должны тянуть два раза, это тоже мад таби'и, как вот здесь. Фи, я имею ввиду здесь мад таби'и был и здесь мад таби'и. Фи, кабад, здесь теперь буква каф, она мягкая, ба тоже с фатхой, как буква каф, и при остановке опять здесь кабад, кабад, даль подчеркиваем. Но если вы решили продолжить, здесь мы видим, что танвин касра, то есть даль уже не надо подчеркивать, здесь танвин касра, края танвина ровные. Следующая буква алиф с хамзой, она относится к правилу изгар. Получается, если вы решили перейти без остановки, тогда танвин надо читать четко, вот так. Фи, кабад, дин, а яхсабу. Но лучше останавливаться. Теперь дальше. Аят начинается на букву алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как обычную мягкую а, то есть а, а, дали сайт буква я, вот это, вот две точки относятся сюда, вот, то есть она буква я с фатхой, дали сайт буква х, гортанная х с суконом. А ях, получается а ях, а ях, дали сайт буква син с фатхой, а яхса, а яхса, а яхса, а яхса, дали сайт буква бас, дамма, и дамму ни в коем случае не надо тянуть, то есть а яхсабу, а яхсабу, а лад, сразу же сюда переходим. Теперь здесь алиф с хамзой и фатхой, как вот здесь, фатху читаем, произносим мягко, а, дали сайт буква нун, но над ней ничего нет. По идее должен быть сукон, но сукон не поставили. Тем самым нам дают подсказку, что нун не надо читать четко. Смотрим на следующую букву. Следующая буква, буква лам. Она относится к правилу идгамс без гуны. Получается, что вместо нун читаем лам, поэтому лам, она здесь стоит со знаком удвоенной, то есть она удваивается, то есть как будто здесь две буквы лам. Получается алла, алла, аллай, теперь аллай, здесь фатх приобретает оттенок я, то есть ла, ла, аллай, здесь нун тоже не читаем. Нун превращается в следующую букву, букву я, а буква я относится к правилу идгамс гунной. И теперь, прошу прощения, в чем разница между без гунной и сгунной? Здесь нун просто превращается в букву лам, здесь букву лам надо произнести как удвоенную, но не надо удерживать. А здесь нун превращается в следующую букву, то есть букву я, букву я надо удерживать. То есть вот здесь получается вот так. А если вы будете удерживать букву лам, это будет ошибка. Не надо вот так считать. Это ошибка. То есть с буквой лам достаточно ее просто удвоить и все. А букву я надо еще удерживать. Теперь буква я с фатхой, далее стоит буква ков с сукуном, это правило кал-кала, то есть ков подчеркиваем. Яку, 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 ди, ро. Здесь буква дал с кастрой, далее буква ро с фатхой. Фатха приобретает оттенок о. Ро читаем твердо, то есть яку, ди, ро. Яку, ди, ро. Фатху как только произнесли, сразу надо сюда переходить и не надо тянуть фатху. Теперь алейхи, здесь буква айн, гортанная буква айн с фатхой. Соответственно фатху произносим через гортань, то есть а, а. Далее стоит буква лам с фатхой, далее стоит буква я с сукуном и ха, мягкая ха с кастрой. И эту кастру не надо тянуть. То есть алейхи ахады, алейхи ахады, алейхи ахады. Здесь алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим мягко, а, как и есть. Далее стоит буква ха, гортанная с фатхой. И при остановке ахады, дал подчеркиваем, будет алькала. Но если вы решили продолжить, тогда дал не надо подчеркивать. И смотрим, здесь танвин дамма, он. И мы видим, что две фатхи, прошу прощения, две дамы стоят одинаково. Это говорит о том, что ахадун, то есть ун никак не может быть. Обратите внимание, вот это ун и вот это. Вот в таком случае, это я вперед забегаю и говорю, вот когда танвин ставится вот в таком формате, это классический формат, танвин дама, надо писать танвин дама вот так. То есть одна дама смотрит вниз, другая вверх. Но здесь они вот так сделали. Почему? Тем самым нам, так сказать, облегчают и дают подсказку, что здесь ахадун никак не может быть. А если вы увидели такую танвин дамму, вы смело можете читать ахадун. А здесь смотрим на следующую букву. Следующая буква, буква я. Она относится к правилу идгам с гунной. Получается, если вы решили продолжить, звук Н превращается в Й. И надо читать вот так. Ахаду якулу. Ахаду якулу. Не ахадун, а ахаду якулу. Но лучше останавливаться. Ахады. Теперь следующий аят. Здесь буква я с фатхой. Далее стоит буква каф с даммой. Каф она твердая. Дамму тянем за счет буквы вау без огласовок. Это мады таби'и. Получается яку. Дамму тянем два раза. Далее буква лам с даммой. Якулу. Здесь как бы с оттенком ю. И дамму не надо тянуть. Сразу сюда переходим. Здесь алиф с хамзой и фатхой. Фатха произносится мягко. А. Далее стоит буква х. Мягкая. Она произносится на выдохе, так сказать. Далее буква лам с фатхой. Фатха приобретает оттенок я. То есть ах, ла. Ах, ла. Ах, лак. Далее стоит буква каф. Мягкая с сукуном. Ах, лак. Ах, лак. Далее стоит буква та. Мягкая с даммой. Дамму не тянем. Ах, лак ту. Ах, лак ту. Ах, лак ту ма. Сразу сюда. Ма, лал. Вот это одно слово. Ма, лал. Это здесь буква мим с фатхой. Фатху тянем за счет алифа без огласовок. Это мады таби'и. И теперь ма, лан. Пойди здесь ма, лан. Но видим, что края танвина неровные. Уже ма, лан никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Следующая буква здесь не алиф. Вот не эта буква алиф. То есть лан здесь, по идее, над буквой лам стоит. Но следующую букву не берем в расчет алиф. Почему? Потому что алиф не читается. Следующая буква здесь буква лам. Это буква лам. Теперь смотрим. Точнее, буква лам относится к правилу идрам безгунной. Получается, что звук н превращается в лам. Поэтому лам, она удваивается. Получается ма, лал, лу, бада. Не ма, лан, а ма, лал, лу, бада. Ма, лал, лу, бада. Здесь лам удваивается с даммой. Дамма приобретает оттенок ю. То есть ма, лал, лу. Лу. Не надо читать ма, лал, лу. Лу. Это ошибка. Лу. Лу, бада. Здесь буква ба с фатхой. И при остановке, вот здесь лубадан, по идее. Но при остановке лубадан. Звук н исчезает, а остается. Но уже фатху тянем за счет алифа без огласовок. Это будет ма, таби, и. То есть фатху надо тянуть два раза. Получается ма, лал, лу, бада. Ма, лал, лу, бада. И обратите внимание, здесь вот ан саид, края танвина неровные. Это означало, что ма, лан никак не может быть. А вот здесь края танвина ровные. Это означает, что если вы решили не останавливаться, продолжить, тогда танвин надо читать четко. Так как следующая буква здесь, вот следующая буква, еще раз говорю, не этот алиф, а вот этот алиф с хамзой. Алиф с хамзой относится к правилу изхар. Получается, если вы решили продолжить, то читайте вот так. Но лучше останавливаться и читать. Дальше идем. А яхсабу аль лам яроху ахады. А яхсабу аль вот досюда, вот как вот здесь было, поэтому не буду повторять. Теперь лам. Здесь буква мим стоит с укуном. Это означает, что мим надо читать четко. Так как следующая буква, это буква я, она относится к правилу изхар шафауия. То есть это означает, что мим надо читать четко. Лам, лам, яроху. Здесь буква я с фатхой. Далее буква ро с фатхой. Фатха приобретает оттенок о. Яро, яро. Далее стоит буква ха. Мягкая буква ха с даммой. И дамму мы должны тянуть за счет вот подсказки, маленькой буквы вау. Но сколько надо тянуть, здесь смотрим, что волнистый знак стоит. Следующее слово начинается на букву алиф с хамзой. Получается, что эту дамму желательно тянуть 6 раз. Хотя мы имеем право тянуть 2 раза, так как это мадмун фасиль. Но лучше тянуть эту дамму 6 раз. Получается лам яроху. Вот так надо читать. Теперь здесь буква алиф с хамзой и фатхой. Фатха произносится мягко, как есть. А, а. Далее стоит буква ха гортанная с фатхой. И буква дал. При остановке ун исчезает, появляется сукун. И дал надо подчеркивать. Это правило калькала. То есть ахады. Ахады. Но если вы решили продолжить, тогда ун читается четко. Так как следующая буква, буква алиф, это правило будет изхар. Вот здесь, как я объяснял. Здесь смотрим, что танвин дамма ставится как в классической форме. И при продолжении получается, что надо читать вот так. Ахадун алем. Ахадун алем. Но лучше останавливаться и читать. Ахады. Теперь следующий аят. Алам. Здесь алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим мягко. А, как есть. Далее стоит буква лам с фатхой. Фатха приобретает оттенок я. То есть а-ла, 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 а-лам. Далее буква мим с сукуном. То, что сукун есть, уже говорит о том, что мим надо читать четко. Следующая буква, буква нун. Поэтому это правило изхар шафауя. Алам. Надж. Здесь нун с фатхой. Далее стоит буква джим с сукуном. Джим надо подчеркивать. Это правило калкала. То есть надж. 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 Далее стоит буква айн с фатхой. Фатху произносим через гортань. То есть наджаа. Наджаа. И наджаал лаху. Теперь здесь, по идее, должен быть сукун. Но так как встретились две одинаковые буквы. Две одинаковые буквы. Это идрам мисляин, как говорят. Или идрам мутаджан и саин. Здесь, когда две одинаковые буквы встречаются, их надо читать слитно. Поэтому как будто вместо первой буквы лам, здесь эту букву лам надо просто как бы удвоенную читать. То есть алам наджаал лаху. Вот так. Не наджаал лаху. Не надо разрывно, а слитно. Алам наджаал лаху. Здесь буква лам удвоенная. Как я уже сказал, фатха приобретает оттенок я. То есть ла, ла. Далее следует буква ха. Мягкая буква ха с даммой. И дамму надо тянуть два раза за счет вот подсказки маленькой буквы вау. Это мад таби'и. Вот здесь тоже так было, но здесь волнистый знак был. Это мад мун фасыль был. А здесь мад таби'и. Почему? Потому что там следующее слово начиналось на алиф с хамзой, а здесь нет. Поэтому лаху. Только два раза тянем. Далее буква айн с фатхой. Фатху произносим через гортань. То есть а-а. Далее следует буква я с укуном. Потом нун с фатхой. Здесь я с укуном. И вот здесь я с укуном. Она предпоследняя буква в этом аяте. Далее буква нун с кастрой. Но при остановке кастрой исчезает и появляется сукун. Теперь вот здесь букву я надо удерживать до четырех раз. Это мад лин называется. Если предпоследняя буква последнего слова аята, если буква я с укуном или вау с укуном, то при остановке я и вау надо удерживать. То есть айн, айн. Вот так будет. Но если вы решили продолжить без остановки, тогда я не надо удерживать. То есть надо читать как обычно. Вот так. Айн. Най. Ни. Ва. Ли. Сэ. На. Но лучше останавливаться и читать. Айн. Еще раз говорю, это мад лин. Дальше. Ва. Ли. Сэ. На. Ва. Ша. Фа. Та. Здесь буква вау с фатхой. Далее буква лам с касрой. Ли. Далее стоит буква син с фатхой. Фатху тянем за счет алифа без огласовок два раза. Это мад таби'и. Ли. Са. Ли. Са. Здесь нан по идее. Но края там видно неровные. Так как следующая буква буква вау, получается звук н превращается в вау. Здесь следующая буква не алиф. Так как алиф не читается. Получается. Ва. Ли. Са. На. У. Ва. Это идгам с гунной. То есть звук н превращается в вау. И вау надо читать удерживая. Ва. Ли. Са. На. У. 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 Как только фатху произнеси, сразу сюда надо переходить. Фатху не надо тут тянуть. То есть. Ва. Ли. Са. На. У. 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 Шин. Фатхой. Фа. С. Фатхой. Та. Фатхой. И опять здесь при остановке, как вот здесь было, Мад. Лин. Будет. Лин. Называется. И я надо удерживать до четырех раз. Четыре раза. То есть. Ва. Ша. Фа. Та. 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 Но если вы решили продолжить, как вот в этом случае, я не надо подчеркивать, а надо читать вот так. Но лучше останавливаться. Теперь следующий аят. Здесь буква Вау, с фатхой, далее стоит буква Ха, мягкая буква Ха тоже с фатхой, далее стоит буквой Идаль с фатхой, потом Я с суконом, здесь Нун с фатхой. И уже фатху, которая над буквой Нун, мы должны тянуть два раза за счет вот подсказки маленькой прямой палочки. Это Мад Тоби'и. Мад Тоби'и. То есть. Ва. Хадай. Н. Ва. Хадай. Н. Н. Далее стоит буква Ха, мягкая буква Ха на выдохе произносится с даммой. И сразу же переходим сюда. При переходе минуем алиф, алиф не надо читать, здесь подсказка Лам тоже не читается, сукона нет. И мы понимаем, что следующая буква в данный момент, буква Нун, она солнечная. Получается. Ва. Дай. Н. 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 Дай. Н. Здесь буква Нун удваивается за счет того, что Лам не читали мы, здесь фатха. Далее стоит буква Джим с суконом, это калькала, то есть Н. 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 Надо читать подчеркивая, далее стоит буква Дали с фатхой. И при остановке опять здесь Я надо удерживать. То есть. Ва. Ха. Дай. Н. 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 Четырех раз, четыре раза точнее. Но если вы решили продолжить, букву Я не надо удерживать и надо читать вот так. Но лучше останавливаться и удерживать. Букву Я. Теперь следующий аят. Аят начинается на букву ФА с фатхой, далее стоит буква Лам с фатхой. Если бы мы не перешли к следующему слову, мы эту фатху должны были бы тянуть за счет алифа без огласовок. Мы должны были бы тянуть два раза. Это было бы мады таби'и. То есть. Надо было бы читать фала. Фала. Но так как мы переходим сюда, здесь уже фатху не надо тянуть. То есть. Здесь мады таби'и не будет. Поэтому при переходе минуем алиф. Здесь алиф не надо читать. Она. И получается вот так. Фала. Здесь минуем алиф, как я уже сказал. Далее стоит буква Каф с сукуном. Это правило Кал-Кала. То есть. Надо при переходе Каф подчеркивать. Вот так. Далее стоит буква Та. Мягкая. С фатхой. Ха. Гартанная. Следующая буква с фатхой. Мим тоже с фатхой. И сюда переходим. При переходе минуем алиф. Опять. Лам уже читается с сукуном. То есть. Вот здесь не было сукуна. А здесь сукун есть. И мы понимаем, что следующая буква в данный момент буква Айн. Она лунная. Теперь получается. Далее стоит буква Айн с фатхой. Фатху произносим через гортань. То есть. Далее стоит буква Каф. Твердая. Фатха приобретает оттенок О. То есть. Далее стоит буква Ба с сукуном. И при остановке Та Марбута превращается в букву Ха. Мягкую букву. Как вот эту букву Ха. Фатха исчезает и появляется сукун. То есть. Акобах. Акобах будет. Но если вы решили продолжить, тогда Та Марбута произносится как Та с фатхой. То есть. Надо читать при переходе вот так. Фа ла ку та хамал а ку ба та ва ма. Вот так. Но лучше останавливаться. Теперь следующий аят. Ва ма адиро ка ма ла ку ба. Здесь ва с фатхой. Далее буква Мим с фатхой. И мы видим, что над алифом стоит волнистый знак. Это говорит о том, что вот эту фатху, которая над буквой Мим, надо тянуть дольше обычного. Обычного мы тянем два раза. Но так как это мадмун фасиль. Мадмун фасиль почему? Потому что ма это одно слово. Оно заканчивается на алиф. А следующее слово начинается на алиф с хамзой. Это мадмун фасиль. Поэтому здесь эту фатху, которая над буквой Мим, надо тянуть шесть раз. Желательно тянуть шесть раз. Ва ма адиро ка. Здесь как только фатху произнесли, сюда переходим на букву Даль и ее подчеркиваем. Потому что буква Даль стоит с укуном. Это правило калкала. То есть адиро ка. Здесь буква Ро. С фатхой фатха приобретает оттенок О. Ро читается твердо. И эту фатху мы должны тянуть за счет подсказки прямой палочки. Мы должны тянуть два раза. Это мад таби'и. Получается адиро ка. Адиро ка. Здесь буква Ка с фатхой. Уже фатху не тянем. Адиро ка маль. И сюда сразу переходим. Теперь, если бы мы после буквы Маль, после слова Маль не перешли бы сюда, эту фатху надо было бы тянуть за счет Алифа без огласовок. И было бы мад таби'и. То есть ма надо было тянуть. Но так как мы сюда переходим, уже мада не будет. То есть эту фатху не надо тянуть, а надо читать вот так. Мал Акоба. При переходе минуем Алиф. Алиф не читается. И дальше все как вот здесь было. Поэтому не буду повторять. Теперь дальше идем. Фак-ку-ро-ко-бах. Здесь буква Фа с фатхой. Далее стоит буква Ка ф мягкая, удвоенная с дамой. Даму не тянем. То есть фак-ку-ро-ко-бах. Сразу сюда. Теперь буква Ра с фатхой. Фатха приобретает оттенок О. То есть Ра. Далее стоит буква Ка ф с фатхой. Опять фатха приобретает оттенок О. То есть Ра-Ко. Далее стоит буква Ба с фатхой. И буква Та Марбута с Танвином Касра. Но при остановке Та Марбута превращается в буква Ха, как до этого было вот здесь. Получается Факку Рокобах. Но если вы решили продолжить не останавливаться, тогда Та надо читать как уже Та. И смотрим, что здесь Танвин Касра, Ин, то есть у Танвина, у него края Танвина ровные. Смотрим следующую букву, буква Алиф с Хамзой. Это относится к правилу Изхар. Получается, здесь будет Изхар. Это означает, что звук Н надо читать четко. Вот так. Факку Рокоба Тин Ау Иту Аму. Но лучше останавливаться и читать Факку Рокобах. Теперь следующий аят. Аят начинается на Алиф с Хамзой и Фатхой. Фатху читаем как обычно мягко. То есть А, А. Далее стоит буква Вау с Сукунам. То есть Ау. Ау. Теперь здесь Алиф с Хамзой уже и с Касрой. Касру произносим мягко, как есть. И. Далее стоит буква Та. Твердая буква Та с Сукунам. Это правило Калкала. Получается, что Та надо подчеркивать. То есть надо читать вот так. Иту. 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 Далее стоит буква Айн. С Фатхой. Фатху произносим через гортань. И эту же Фатху тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Два раза тянем. Это Маттоби'и. Получается. Ау. Иту. А. Мун. Ау. Иту. А. Мун. Вот так. Теперь буква Мим с Танвином Дамма. Мы видим, что Танвин Дамма ставится вот так. То есть две Даммы одинаковые. Это уже говорит о том, что Ау. Иту. Мун. То есть звук Н никак не может быть четким. Смотрим на следующую букву. Следующая буква это буква Фа. Она относится к правилу Ихфа. Получается, этот Танвин надо читать, удерживая скрыто через нос. То есть вот так. Ау. Иту. А. Мун. Фи. А. Иту. А. Мун. Фи. Теперь буква Фа с Касрой. Касру тянем за счет буквы Я без огласовок. Два раза тянем. Это Маттоби. Далее. Буква Я с Фатхой. Вау с Сукуном. И Мим. Танвин. Касра. Здесь края Танвина неровные. Это уже говорит о том, что Яумин никак не может быть. То есть четко не надо произносить. Смотрим на следующую букву. Следующая буква. Буква Дзаль. Она относится к правилу Ихфа. Получается здесь Танвин так же, как вот здесь надо читать скрыто, удерживая через нос. То есть. Иту. А. Мун. Фи. Я. Мин. Дзи. Я. Мин. Дзи. Теперь здесь буква Дзаль. Межзубная. Ее надо произносить правильно. Правильно. Теперь Касру, которая под буквой Дзаль, надо тянуть два раза за счет буквы Я без огласовок. Это Мат Таби'и. То есть. Дзи. 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 И Мас Гобах. Здесь буква Мим с Фатхой. Далее буква Син мягкая с Сукуном. Далее Го. Го. Буква Гайн с Фатхой. Фатха приобретает оттенок О. То есть Мас Го. Мас Го. Далее Бас с Фатхой. И при остановке Тамар Бута превращается в Ха с Сукуном. То есть Мас Гобах. Мас Гобах. Но если вы решили продолжить, вот здесь при продолжении Ин читали мы четко. Здесь края Танвина были ровные, а здесь края Танвина неровные. Это уже говорит о том, что при переходе вы никак не можете читать Мас Гоба Тин. Смотрим на следующую букву. Следующая буква, буква Я. Она относится к правилу Идгам Сгунной. Получается, при переходе надо читать вот так. Мас Гоба Ти Я Ти Ман. То есть Мас Гоба Ти Я. Звук Н превращается в Я и букву Я надо удерживать. Но лучше останавливаться и читать Мас Гобах. Следующий аят. Буква Я с Фатхой. Далее буква Та с Касрой. Касру тянем за счет буквы Я без огласовок. Это Мап Тоби И. Два раза тянем. Я Ти. Я Ти. Далее Ман. Здесь Танвин Фатха Ан. Там, где Танвин Фатха Ан, всегда присутствует буква Алиф, которая не читается. То есть эта буква не читается. Поэтому после Танвина Ан, вот следующей буквой является не Алиф, а буква ЗА. Алиф почему не берется в расчет? Потому что Алиф не читается. Так как следующая буква, буква ЗАЛ, буква ЗАЛ относится к правилу ИХФА. Получается, что вот этот Танвин надо читать удерживая скрыто через нос. То есть Я Ти Ман. ДА. Я Ти Ман. ДА. Теперь буква ЗАЛ произносим правильно, она межзубная. Теперь Фатху, которую над буквой ЗАЛ, надо тянуть два раза за счет Алифа без огласовок. Это Мат Тоби И. Получается ЗА. ЗА. МАКУ, РО, БАХ. Здесь буква МИМ с Фатхой. Далее стоит буква КАФ с СУКУНом. КАФ подчеркиваем. Это КАЛ, 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 МАКУ. 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 Далее стоит буква РО с Фатхой. Фатха приобретает оттенок О. РО читается твердо. То есть МАКУ, РО. МАКУ, РО, БАХ. И при остановке, как РО, КО, БАХ, ТАП превращается в ХА. Но если вы решили продолжить, здесь будет как вот здесь. Поэтому не буду повторяться. Следующий аят. Здесь АЛИФ СУХАТХАЙ и ХАМЗАЙ и ФАТХАЙ. ФАТХА произносится мягко, как есть А. ВАУ СУКУНом. Далее. Буква МИМ дали стоит с КАСРАЙ. СИН СУКУНом. СИН читается мягко. То есть АУ МИС. АУ МИС КИИ. Здесь буква КАФ с КАСРАЙ. КАСРУ ТЯНИМ за счет буквы Я без огласовок. Это МАТ ТАБИИ. И здесь МИС КИИ НАНГ вот как вот здесь будет. Поэтому не буду повторяться. То есть здесь ИХФА. Потом здесь тянем. И МАТ РОБАХ как МАК РОБАХ. То есть в отличие только КОФ здесь подчеркивали, а здесь ТА не подчеркиваем. Но при остановке МАТ РОБАХ будет. Но если вы решили продолжить, МАТ РОБАТИН СУММА. То есть ИХФА будет как не в этом случае, а ИХФА будет. МАТ РОБАТИН. Почему ИХФА? Потому что после ТАН ВИНа КАСРАЙ следующая буква, буква СА. Но лучше останавливаться и читать МАТ РОБАХ. Вот так. Теперь следующий аят. СУММА КАНА МИНАЛЛЛАЗИНА АМАНУ ВАТА ВАСАУ БИССОБИРИ ВАТА ВАСАУ БИЛМАРХАМА. Аят начинается на букву СА. Межзубная буква СА. Ее правильно надо произносить с даммой. СУ. Далее буква МИМ, она удваивается с ФАТХАЙ. ФАТХУ не надо тянуть. То есть СУММА. Далее буква КАФ мягкая с ФАТХАЙ. ФАТХУ тянем за счет АЛИФА без огласовок. ФАТХУ тянем два раза. Это МАТ ТОБИИ. Получается СУММА КАНА. А ФАТХУ, которая над буквой МНУН, уже не надо тянуть. Дальше буква МИМ с КАСРАЙ. Потом буква НУН с ФАТХАЙ. При переходе АЛИФ МИНУЕМ. АЛИФ не надо читать. ЛАМ удваивается, потому что здесь встретились две буквы ЛАМ. Поэтому ее пишут. Не две буквы пишут, точнее. Одну букву ЛАМ со знаком ТАЖДИТ. Теперь ФАТХА, которая над буквой ЛАМ, приобретает оттенок Я. То есть МИНАЛЛА. МИНАЛЛА. Не МИНАЛЛА, а МИНАЛЛА. Далее буква ДАЛЛ. Она межзубная. Ее надо правильно произносить. ЛАДИИ. И КАСРУ, которая под буквой ДАЛЛ, надо тянуть два раза за счет буквы Я без огласовок. Это МАДА ТАБИИ. ЛАДИИНА. А теперь НУН, как только с ФАТХАЙ произнесли, ФАТХУ не надо тянуть. Теперь дальше смотрим. Здесь, по идее, ХАМЗА и ФАТХА должны быть над АЛИФом. Но так как они поставили вперед АЛИФа, это уже подсказка на то, что ФАТХУ надо тянуть два раза. Это МАДА ТАБИИ. То есть здесь не надо читать АМАНУ, а надо читать АМАНУ. АМАНУ. Вот эту ФАТХУ тянем два раза. Еще раз говорю, это МАДА ТАБИИ. Поэтому всегда, где бы вы не увидели ХАМЗА и ФАТХУ вот впереди АЛИФа, вот так, то есть после ХАМЗА и ФАТХА стоит АЛИФ без огласовок, вы смело можете вот эту ФАТХУ тянуть два раза. Вы должны тянуть эту ФАТХУ два раза. То есть АМАНУ. Здесь буква МИМ с ФАТХАЙ. И НУН с ДАМАЙ. ДАМУ тянем за счет буквы ВАУ два раза. Это тоже МАДА ТАБИИ. Теперь над АЛИФом стоит вот такой знак. Это не СЮКУН. Это знак, в данный момент означает, что АЛИФ не надо читать. То есть некоторые ошибаются и читают АМАНУ. Это ошибка. АМАНУ. АМАНУ. У. Тянем вот эту ДАМУ. МАД ТАБИИ, как я уже сказал. И дальше идем. ВАТА ВАУ САУ. Теперь ВАУ с ФАТХАЙ. Далее буква ТАМЯХКИ с ФАТХАЙ. Теперь ВАУ с ФАТХАЙ. И опять эту ФАТХАЙ уже тянем за счет АЛИФа без огласовок. Тянем два раза. Это МАД ТАБИИ. Получается ВАТА ВАА. ВАТА ВАА САУ. Теперь буква САД. Она твердая. Поэтому ФАТХА приобретает оттенок О. ВАТА ВА САУ. Здесь буква ВАУ с СУКУНом. Опять АЛИФ с этим знаком. Уже опять говорит о том, что АЛИФ не надо читать. ВАТА ВА САУ. БЕС САБРИ. Здесь буква БА с КАСРАЙ. При переходе АЛИФ МИНУЕМ. АЛИФ не надо читать. ЛАМ тоже не читаем, так как СУКУНа нет. Понимаем, что следующая буква в данном меме, буква СОД, она солнечная. Так как ЛАМ не прочитали, буква СОД удваивается. Здесь над буквой СОД стоит огласовка ФАТХА. ФАТХА приобретает оттенок О. То есть БЕС САУ. БЕС САУ. БЕС САУ. Не надо читать БЕС САУ. Ошибка эта будет. БЕС САУ. Далее стоит буква БА с СУКУНом. Это означает, что БА не надо оглушать, а надо читать подчеркивая четко. БЕС САБЫ. БЕС САБЫ. БЕС САБЫ. Это КАЛКАЛА. БЕС САБЫ РИ. Здесь буква РА стоит с КАСРАЙ. Поэтому РА читается мягко. То есть БЕС САБЫ РИ. 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 Не надо БЕС САБЫ РИ читать. Это ошибка. БЕС САБЫ РИ. ВА ТАВА САУ. Здесь те же самые правила, как вот здесь. Не буду повторяться. БЕС САБЫ РИ. Здесь опять БА с СУКУНом, как вот здесь. При переходе опять минуем АЛИФ. Но в отличие от этого слова, здесь ЛАМ не читали, здесь ЛАМ уже читается. Здесь СУКУН есть. И мы понимаем, что следующая буква, в данный момент буква МИМ, она лунная. Здесь СОДА, она была солнечная буква. Здесь МИМ, лунная. Теперь МИМ с ФАТХАЙ. Дальше это буква РО с СУКУНом. Так как буква РО с СУКУНом, а передняя ФАТХА, РО читается твердо. То есть МАР. 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 Не надо читать МАР. Это ошибка. МАР. ХАМА. Здесь буква ХА на гортанной с ФАТХАЙ. МИМ. Тоже с ФАТХАЙ. И при остановке ТАМАР БУТА превращается в букву ХА с СУКУНом. То есть БИЛМАР. ХАМА. Вот так. Если вы решили продолжить, ТА произносите с КАСРАЙ. КАСРУ не надо тянуть. И сразу же туда надо переходить. То есть БИЛМАРХАМАТИ УЛАИКА. Но лучше останавливаться. БИЛМАРХАМА. Теперь следующий аят. УЛАИКА АСХАБУЛ МАЙМАНА. Здесь аят начинается на букву АЛИФ с ХАМЗАЙ и ДАММАЙ. У. Здесь вот над буквой ВАУ стоит вот такой же знак, как вот здесь было над буквой АЛИФ. Это означает, что ВАУ читается, но не надо обращать, точнее не читается, ВАУ пишется, но не надо на ВАУ обращать внимание. Не будь этого знака, вот эту ДАММУ мы должны были тянуть за счет буквы ВАУ без огласовок. Два раза надо было бы тянуть и было бы МАТТОБИИ, то есть УУУУ. А здесь не надо тянуть эту ДАММУ, так как ВАУ вообще не читается и не берется в расчет, так сказать. Здесь УЛАИКА. Еще раз говорю, ДАММУ не тянем. Дальше. ЛАМ с ФАТХАЙ. ФАТХА приобретает оттенок Я, и эту ФАТХУ мы должны тянуть строго четыре раза. Почему? Потому что УЛАИКА это одно слово, и в одном слове после, здесь по идее после ЛАМА должен быть АЛИФ, но они АЛИФ не пишут, ставят вот прямую палочку. То есть в одном слове встретились АЛИФ и ХАМЗА. Это МАТМУТТАСИЛЬ. Поэтому ФАТХУ, еще раз говорю, четыре раза тянем. А ФАТХУ, которая над буквой, над мягкой буквой КАФ, уже не надо тянуть. Вот так надо читать. УЛАИКА АСХАБУЛЬ. Теперь АЛИФ, здесь АЛИФ с ХАМЗАЙ и ФАТХАЙ. ФАТХУ читаем, произносим мягко, как есть А. Далее стоит буква САД, она твердая, с СУКУНАМ. Получается АС. 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 Далее стоит буква ХА, ГАРТАНА, и буква ХА с ФАТХАЙ. ФАТХУ тянем за счет подсказки. Два раза тянем. Это МАТТОБИИ. Получается АСХА. АСХАБУЛЬ. И как только БАС ДАМЫ произнесли, переходим сюда, при переходе минуем АЛИФ, ЛАМ читаем, мы понимаем, что следующая буква, в данный момент буква МИМ, как вот здесь, лунная буква, АСХАБУЛЬ, получается ЛАМ читается мягко, и МАЙМАНАХ. Здесь опять при остановке ТА, МАРБУТА превращается в ХА, МАЙМАНАХ, СУКУНАМ. Но если вы решили продолжить, как вот в этом случае было, АСХАБУЛЬ МАЙМАНАТИ ВАЛЛАЗИНА, то есть, как только КАСРУ произнесли, сразу сюда надо переходить. Но лучше останавливаться и читать АСХАБУЛЬ МАЙМАНАХ. Теперь следующий аят. Здесь ВАУ с ФАТХАЙ, при переходе после ВАУ к следующему слову, то есть ВАУ, это как отдельно стоит, по идее, как бы считается. ВАЛЛАЗИНА, АЛИФ МИНУЕМ, не надо читать, ЛАМ здесь удваивается, здесь ТАШТИТСАЙТ, здесь ФАТХА, ФАТХА приобретает оттенок Я, то есть ВАЛЛА. Далее сеть буква ДАЛ, она межзубная, ее надо произносить правильно. И КАСРУ, которая под буквой ДАЛ, тянем два раза, это МАДА ТОБИИ. А уже ФАТХА, которая над буквой НУ, не надо тянуть. Получается ВАЛЛАЗИНА, ВАЛЛАЗИНА, КАФАРУ, здесь буква КАФ. С ФАТХАЙ, она мягкая, буква КАФ мягкая, далее потом ФА, с ФАТХАЙ, РА, с ДАМАЙ, РА уже читается твердо, КАФАРУ, и ДАМУ тянем два раза за счет буквы ВАЛ, без огласовок. Это МАД ТОБИИ. Здесь над АЛИФом опять такой же знак, как вот здесь было, то есть АЛИФ не читаем. Дальше, БИАЯТИНА, здесь буква БА с КАСРАЙ, и здесь ХАМЗА и ФАТХА перед буквой АЛИФ стоят. Вот до этого было, я вам объяснил, что когда ХАМЗА и ФАТХА вот здесь АМАНУ, перед буквой АЛИФ стоят, вы смело можете ФАТХУ тянуть два раза, и будет МАД ТОБИИ. И здесь то же самое, обратите внимание, АЛИФ стоит вот здесь, а ХАМЗА и ФАТХА перед АЛИФом, то есть не над АЛИФом, а по идее они должны быть над АЛИФом. Но здесь они перемещают чуть правее, то есть вперед АЛИФ ставят, тем самым дают подсказку, что ФАТХУ надо тянуть. БИАЯ, БИАЯ, это МАД ТОБИИ, Я, здесь тоже ФАТХУ тянем два раза за счет подсказки, это прямой палочки, это тоже МАД ТОБИИ, БИАЯ, ТИНА, здесь КАСРУ не тянем, а ФАТХУ, которая над буквой НУН, тоже тянем два раза за счет АЛИФа без огласовок, тоже МАД ТОБИИ, получается в одном слове ТРИ МАД ТОБИИ, БИАЯ, ТИНА, можно сказать, две вот эти КАСРУ не тянем, а три ФАТХА тянем по два раза, ТРИ МАД ТОБИИ, Дальше, ХУМ, здесь ХА мягкая, МИМ с СУКУНом, это уже подсказка, что МИМ надо читать четко, это ИЗГАР ШАФАУЯ, ХУМ, АСХАБУЛЬ, здесь АЛИФ с ХАМЗАЙ и ФАТХА, и ФАТХУ произносим мягко, как есть, А, далее стоит буква САД с СУКУНом, она твердая, АС, АС, далее стоит буква ХА, ГАРТАННАЯ, ФАТХУ тянем два раза за счет подсказки, прямой палочки, это МАД ТОБИИ, получается АСХАБУЛЬ, и здесь при переходе МИНУИМ АЛИФ, ЛАМ читается, так как СУКУН есть, мы понимаем, что следующая буква, в данный момент буква МИМ, она лунная, и МАШАМАХ, здесь тоже при остановке ТА, МАРБУТА превращается в ХА, но если вы решили продолжить, МАШАМАТИ будет, МАШАМАТИ АЛАЙХИМ, но лучше останавливаться, и хочу сказать, МИМ здесь с ФАТХАЙ, с ШИН, с СУКУНом, и вот здесь ХАМЗА стоит, с ФАТХАЙ, здесь просто ФАТХУ надо произносить, то есть МАШАМАХ, МАШАМАХ, и последний аят, АЛАЙХИМ НАРУМ МУСОДАХ, здесь АЙН, гортанная буква АЙН, с ФАТХАЙ, ФАТХУ произносим через гортань, А, далее следующее буква ЛАМ, с ФАТХАЙ, ФАТХА приобретает оттенок Я, то есть АЛА, АЛАЙХИМ, Я с СУКУНом, далее ХАМ, мягкая, с КАСРАЙ, и МИМ с СУКУНом, МИМ произносим четко, это из ГАРШАФАВИЯ, Дальше, НА, здесь ФАТХУ тянем два раза, это МАТТОБИИ, далее следует буква РО, с ТАНВИНом ДАМ, Во-первых, РО надо читать твердо, НАРУМ, теперь смотрите, по идее НАРУН, но так как следующая буква, буква МИМ, она относится к правилу ИДГАМ с ГУН, и получается, звук Н превращается в М, и МИМ надо читать удерживая, То есть НАРУМ, МО, НАРУМ, МО, СОДАХ, не НАРУН, а НАРУМ, МО, СОДАХ, теперь МИМ с ДАММой, МО, И здесь уже ВАУ не читаем, так как над буквой ВАУ стоит ХАМЗА, ВАУ не читается, там где ХАМЗА читается огласовка, так как у нас здесь СУКУН, звук будет прерывистый, то есть МО, 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 СОДАХ, при произношении ХАМЗА к СУКУНам, я до этого вам говорил, один раз ПУПОК должен прыгнуть, то есть МО, МО, и СОДАХ, буква СОДА твердая, с ФАТХА, ФАТХА приобретает оттенок О, далее следует буква ДАЛ с ФАТХА, МО, СОДАХ, и при остановке, там ОРБУТА опять превращается в буквой ХА, и СУКУНам будет МО, СОДАХ, но если вы решили продолжить, здесь обратите внимание, МО, СОДАТУМ написано, что это значит, по идее МО, СОДАТУН должен быть, но так как, если вы решили продолжить, вы должны БИСМИЛЛАХ читать, слово БИСМИЛЛАХ начинается на букву Б, поэтому не МО, СОДАТУН будет, а МО, СОДАТУМ, БИСМИЛЛАХИРРУХМАНИРРУХИМ, то есть это правило ИКЛАБу будет, но лучше останавливаться и читать МО, СОДАХ, надеюсь, что здесь с правилами все понятно было, надеюсь, что здесь у вас вопросов не осталось. Теперь, дорогие друзья, как я уже в начале сказал, иншаллах, каждый аят по три раза буду читать, медленно, чтобы вы успели за мной повторять, закрепить эту суру, и в конце один раз полностью от начала до конца прочитаю эту суру, иншаллах. БИСМИЛЛАХ ИРРРАХМАНИРРРАХИМ ЛА, БИСМУ, БИСМА, ПОТВА, СОБА, СОЛЬКУ, БИСМА, СОУМА, СОБА, СТУКУ. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد ووالدي وما ولد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أَيَحْسَبُ أَلَّي يَقُدِيرَ عَلَيْهِ أَحَد أَيَحْسَبُ أَلَّي يَقُدِيرَ عَلَيْهِ أَحَد يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلُّبَدَا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلُّبَدَا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلُّبَدَا أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَد أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَد أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن فَلَقُتَحَمَ الْعَقُبَةِ فَلَقُتَحَمَ الْعَقُبَةِ وَمَا أَدِرُكَ مَا الْعَقُبَةِ وَمَا أَدِرُكَ مَالْعَقُبَةِ وَمَا أَدْرُكَ مَالْعَقُبَةِ وَمَالْعَقُبَةِ 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 أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة يتيماً ذا مقربة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة أو مسكيناً ذا متربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أولئك أصحاب المشأمة 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Надеюсь, что здесь все было понятно. Если что-то было непонятно или какие-то вопросы у вас есть, спрашивайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, ставьте лайки, расскажите, пожалуйста, про мой канал своим друзьям, близким, родным. Всем доброго здоровья, до новых встреч, ассаляму алейкум.